Фотовыставка «Особое счастье» представлена в галерее Фос-Сити. Основная цель проекта – показать и рассказать людям, как себя ведут дети с аутизмом. Хочется, чтобы общество принимало таких детей, потому что на данный момент общество не информировано и относится к таким детям часто негативно. И начинают осуждать родителей за то, что дети не воспитаны, хотя на самом деле это не признак невоспитанности, это проблемы ребенка, его диагноз. Он часто из-за этого беспокойный. Основная цель – информировать общественность о том, что такая проблема есть. Потому что на самом деле многие не знают, не догадываются об этом, как я в свое время. Когда до того времени, когда я не знала ничего о аутизме, у меня не было ребенка, или был ребенок, но я еще, вернее, у него еще не было диагноза, он был маленький. Аутизм – достаточно распространенный диагноз во всем мире, но до недавнего времени мало кто в обществе принимал таких людей во внимание, отмечает организатор выставки. Примерно один из каждые 68-й ребенок, где-то так, да. Это еще в прошлом году, а сейчас, наверное, уже как бы больше. То есть примерно это 2%, где-то так. Ну, это довольно много. Нет стран, в которых бы аутизм был больше распространен, а других меньше. Нет, то есть аутизм не зависит от культуры, от нации, от финансового положения. Фотограф Ирина Жежер, автор работ нынешней выставки, призналась, что работать с особенными детьми в основном не составляло труда. Наверное, в одном случае из семи мы не знали, насколько было ребенку просто непривычное место, и насколько он сможет расслабиться, скажем так, прийти, и насколько ему хватит времени на адаптации. А так было достаточно как бы легко, все детки прекрасны, все родители молодцы. Фотограф рассказала о самой простой, но детственной хитрости, помогающей сделать фото естественными и непринужденными. Самая большая уловка – это не мешать детям. Наверное, это самое важное, то есть когда ты не можешь войти на 100% в контакт и увлечь ребенка, тогда просто нужно ему не мешать. Вот именно этим я и занималась. То есть я не мешала ни детям, ни родителям, и поэтому я считаю, что результат достаточно хороший. Родители остались довольны и проделаны работой, и ее итогом. Фотосессия проходила очень легко, комфортно. Нам повезло с фотографом, она была очень профессиональной. И мой ребенок хорошо себя чувствовал свободно. У нас получились такие прекрасные фотографии. И я думаю, что этими фотографиями мы можем показать городу нашему, что аутизм – это не приговор. Для меня очень важно, когда говорят о детях, и о детях тем более с инвалидностью. Когда поднимается эта тема, и мы уходим от медицинской модели инвалидности, которая преоблюдает в Украине, и начинаем показывать наших детей, рассказывать о наших проблемах, в которых мы сталкиваемся каждый день. Я принимаю участие в Анином проекте как модель вместе со своим сыном, потому что сама столкнулась с проблемой аутизма, задержки психоречивого развития. Есть очень много детей с различными особенностями развития, которые не вписываются в диагноз аутизм, но тем не менее им совершенно непросто живется, и их родителям живется точно так же непросто. В мире существует множество примеров, когда люди с аутизмом, вырастая, находили свое достойное место в жизни. Будущее своих детей – основная тревога и у наших собеседниц. Все мы мамы, мы переживаем за своих детей, за их будущее, за то, что с ними будет, когда они вырастут, чем они будут заниматься. Мне, как маме, особенного ребенка, мне не хочется запирать его в четырех стенах, чтобы он сидел дома и никого не видел, ни с кем не общался. Мне, наоборот, хочется, чтобы он был в социуме, чтобы он полезный был, чтобы он нашел себе применение в этой жизни, чтобы он мог делать что-то, чтобы он мог трудиться, может быть, даже зарабатывать какие-то деньги. Выставка продлится до 7 апреля. Фотопроект благотворительный. А это значит, что каждый желающий может оставить материальную помощь и внести свою лепту в создание творческих социальных мастерских, где будут заниматься особенные дети.